Так называемое последнее слово. Сегодня мне предоставлено так называемое последнее слово по старой традиции вооруженных сил Советского Союза и России. Слово последний является запрещенным умолчанием, ибо самое страшное для пехотинца последний патрон, для летчика последний полет, для моряка последний поход. Поэтому мы, военные, всегда заменяем это слово на крайний. А свое последнее слово я скажу на смертном подре лет через двадцать, раз уж не довелось мне палить бою за Родину, как подобает настоящему войну. Но высшие светлые силы меня берегут. За 11 лет службы в зонах боевых действий, сапер, не единый царапин. Как и не позволили темным силам уничтожить меня за 14 лет активной борьбы с сионистской нечистью. Ежедневно благодарю за это, а сами детства и весь сон его светлых сил. Жалкие потуги прихвостней сиона-путинского режима заткнут мне рот. Смешны. Я вижу их растерянность. Не уничтожили меня, когда влаткая возможность. Не упрятали за решетку ловлия, когда обо мне мало плывал. Теперь убивать можно, я слишком на лиду. Этого не пойму даже почитатели, так называемого незаменимого лидера нации. Незаконно обнуленного вечного царя. Кома-путинолизуса, как я их называю. И даже посадить не решаются. Годами пошакалят, покусывая меня за мою непримиримую и решительную борьбу за освобождение моей родины от иудейского иго. В 14 лет я активно борюсь с кремлевскими предательными ворами, разоблачая преступления против государства и народа и рушить русского. Бьюсь с открытым забралом, никого ничего не боясь. Бьюсь совершенно бескорыстно, не получив за 14 лет ни одной печенюшки от газета. Этот же срок, 14 лет, с моих же слов указан в заключении о моем сумасшествии ручных путинских психиатров по трусости или искорысти, совершивших подлость. Эти бессовестные светила отечественной психиатрии с учеными степенями и званиями вынесли ли вердикт, что я сошел с ума в 2009 году? Только на основании моего устного заявления о том, что именно с этого года я стал активным аппетитационером. Но они и здесь лоханулись, в портон за мой вульгарный след. Ибо моя болезнь, в кавычках, случилась гораздо раньше, еще 19 лет назад, в 2004 году. Тогда я, подполковник, старший офицер штаба Северокавказского военного округа, лично написал письмо Путину о том, что не доверяя ему, как верховному главнокомандующему, с обоснованием причин. По служебному регламенту того времени, письмо было распечатано не на компьютере, а написано от руки, своим почерком, с указанием всех своих данных и реквизитов. Так что глубочайше заблуждаются те хомопутиноидусы, которые считают, что я занялся этим неблагодарным делом уже на пенсии, когда меня якобы вынули из армии. А в 2009 году у меня просто появилось время внимательно оглядеться вокруг. До этого я 9 лет прослужил в самых горячих местах Северного Кавказа, а попав в Москву, в главный штаб сухопутных войск, до окончания службы курировал Северный Кавказ, включая грузино-ассетинский конфликт 08-0808. Кстати, я более чем за месяц предвидел нападение Грузии на Южную Осетию, о чем через оперативно разведанный отдел управления начальника инженерных войск вооруженных сил Российской Федерации представил служебную записку с обоснованием и предложением по отражению вероятной агрессии. Главное оперативное управление Генерального штаба вооруженных сил. Там моя наличка вызвала сомнения, что привело к дальнейшим, к необоснованным большим потерям российских войск и еще большим человеческим жертвам среди мирного населения города Скинвал. Но главный вывод, который я сделал по этим событиям, что это банально очередной сговор руководства России и другой страны, в данном случае Грузии, по указанию так называемого Вашингтонского обкома. Я пришел в полную уверенность, что кровавое шоу готовилось заблаговременно обеими сторонами, под чутким наблюдением за океанских шоуменов-кукловодов. Так же, как и якобы внезапное нападение чеченских бандитов и арабских наемников, беспрепятственно пропущенных на территорию Российской Федерации пограничной службой ФСБ на Дагестан в августе 1999 года. На самом деле это был сговор председателя правительства России Путина с Басаем Хаттабом и провокация, которая готовилась за спиной специально спаиваемого Гельцина еще с 1998 года, когда началась странная перегруппировка на сквозь в регионе. Об этом я, как непосредственный участник и свидетель тех событий, написал в своем открытом письме предателю Родину и врагу русского народа Путину от 1 октября 2012 года. Это письмо до сих пор, даже через 11 лет, легко найти в интернете, набрав в поисковике открытое письмо полковника Шендакова. В этом же письме я подробно, насколько было возможно, рассказал, где и когда Путин был залербован иностранными спецслужбами, за что уволен с КГБ, о его коррупционной деятельности во главе им же созданной в мэрии Санкт-Петербурга, ОПГ, о последующих его преступлениях в Москве, например, о лично организованной им по устному указанию президента Гельцина убийстве депутата Государственной Думы, героя Первой Чеченской войны, генерал-лейтенанта Льва Яковлевича Роклина. Все это, естественно, с указанием не просто источников, а первоисточников информации. Там же я рассказал о том, что все теракты, связанные со взрывами жилых домов, метро и других объектов, в 99-м году были организованы сотрудниками ФСБ, который в то время возглавлял нынешний секретарь Совета Безопасности России и по совместительству главный наркобарон страны, в которой 80% преступников осуждается по статье 228 «Наркотики» Николай Патрушин. Это же ФСБ курирует весь наркотрафик в России, который составляет сотни тонн, а с 4 грамма дают 11 лет. Крайний факт в Волоколамском СИЗО. Вспомните 400 килограмм аргентинского кокаина в дипломатической почте. Владельца так якобы и не нашли. ФСБ курирует всю крупную контрабангу, включая оружие. Эта служба организует все политические убийства в демократическом Путиностане, как я называю это государством. Хотя нет, не государство, а Королевство Кривых Зеркал. С тех пор за 11 лет лично Путин и многочисленные члены его уже ОПС, которых в своих статьях и виде выступлениях я называю поименно, совершили еще огромное количество преступлений. Полифицируемых уголовных кодексов Российской Федерации как особо тяжкие, с пожизненными сроками заключения. Но ни разу ни должностные лица, ни карательные органы режима не рискнули привлечь меня к ответственности за клевету на лет оскорблений, дискретацию и так далее. Первого лица государства и его, как сказано в обвинительном заключении, команды. И понятно почему. Ведь гораздо проще таскать меня по судам за второстепенные, не самые актуальные выступления, где я в пылу эмоций, нет праведного гнева. Легко могу оборонить неосторожную фразу, чем выставить на всеобщее обозрение открытое судебное разбирательство, например, мое открытое письмо предателю и самые резонансные видео. Ведь тогда эти материалы придется разбирать посрочно. Их содержание, благодаря активности оппозиции и просто поедших людей в интернете, станет известно еще миллионам градусов страны. В первую очередь с ампировым так называемым путевизором. Вот именно этого, публичной огласки, и боится все на путинский режим. Его излюбленная тактика создания информационного вакуума вокруг любой дискретирующей его события. Иначе придется вступать в полемику, оправдываться, пытаться опровергнуть Анаскобеев, Киселевых, Шениных и прочих Шапиров-Соловьевых с зарплатами от двух миллионов. Надежда все меньше и меньше. Они сами за свои личные грязные делишки едва успевают отбиваться. Вот и терпела меня кремлевская шайка, скрипя зубами 8 лет, до 2017 года. Тупо блокирую мои личные страницы в соцсетях. За крайние 11 лет на сайте Одноклассники у меня заблокировано за нарушение правил сайта 307 страниц. Я уверен, что это абсолютный мировой рекорд, который никому и никогда не удастся побить. Да и не надо. С 2017 года меня начали донимать незаконными задержаниями, необоснованными штрафами и административными арестами по беспределу. Меня это, конечно, не могло сломить никак. И только закалило и придало уверенности в правоте моего дела. С 2019 года пошли уголовные дела по традиционно прозванным в народе русским статьям Уголовного кодекса 282. По ним сианинская власть Путинастана уже много лет расправляется с русскими патриотами на русской земле. Тактика в отношении меня достаточно примитивная. Сотрудники Центра по противодействию экстремизма ЦПЕ МВД просто берут из интернета одно из моих многочисленных видеовыступлений и возбуждаются на уголовное дело. Вы же даже только за 2020 год у меня появилось аж две судимости и рецидивист за один год. Причем более условно, это неслыханно. Некоторые соратники даже начали коситься, что-то здесь не так. Теперь уже все видят, слабеющий режим боится у печени за решетку, чтобы не нажить сердечных проблем. Вот и сейчас третье уголовное дело. И снова не решаются посадить рецидивиста, который на каждом суде дает слово после выхода на свободу продолжить свою преступную, в кавычках, деятельность. Опять мусолится какой-то из моих роликов, даже без указания какой именно. Я требовал сюда показать его? Конечно отказано, иначе его увидят все в зале, в первую очередь сотрудники и ВСНВД, и бойцы спецназа в СИН, которые сегодня почему-то не пришли. Как и сторожили ли на каждом заседании. Да и мне интересно самому, какой именно ролик заинтересовал бдительных оперов ЦПЕ. Ведь я за 9 месяцев агрессии России в Украине успел записать более 200 роликов. Горю себя, что по линии поленивался, надо было записать большее. В том числе с раскрытием и обоснованием причин и последствий подлого нападения на Украину. Первый раз я выступил на видео с призывом не допустить войны с Украиной в 2017 году прямо по стенами Кремля на общественной акции «Открытый микрофон». И за много лет до этого, еще в 2008 году, я опубликовал свое предложение, как не допустить этой неправильной бойни через провокационное нагнетание истерии вокруг Крыма. То есть даже задолго до реализации мировой закурицы второго этапа, первый развал СССР, создания на самой благодатной части Украины и России нового Хазарского Каганата, отжатия Крыма. В этот же период, под предлогом зимней олимпиады, в тропиках, за расчет была произведена реконструкция инфраструктуры города Сочи под столицу будущего Каганата. Я рассказывал об этом в своих статьях, не имея возможности в видеовыступлении. Да, еще в 2008 году, хотя прямо в зале суда, знающие люди с хорошей памятью меня поправляют. Я говорил об этом еще в 1998 году, 25 лет назад. Мне и тогда не поверили, и через 10 лет, и сейчас через 10 лет не верят. Не верили. Теперь расхлебываем всем сварянским миром взаимную глупость, подлость и предательство исторических братских народов Великой и Малой Руси, запачкав этой мерзостью Белую Русь. Опять я заслуженный уважаемый ветеран, в клетке, как зверь в зоопарке. Разъедающее зло покипело в моем сердце. Это чувство бесправия, бессилия. Это положение пойманного зверя, над которым презрительный уличный мальчишка издевается, понимая, что всей силы тигра недостаточно, чтобы сломить решетку. Так писал всем известный Александр Иванович Герцин 150 лет назад. Слово пришлось. Но у меня, в отличие от русского классика, нет злого в сердце, я спокоен. Так как считаю, что селно-путинский режим официально признал свое поражение передо мной. Простым пенсионером вооруженных сил. Меня опять побоялись посадить. Решили в этот раз замять дело максимально по-тихому, чтобы волки сыты и овцы целы. Люди, не слушайте его, он сумасшедший, его место в тягушке. Поздно, батеньки, пить под жону. Люди слушают, слышат и верят. И закрытое судилище вам не поможет. А как выносятся приговоры по политическим делам, всем давно известно, на примере сотен наших соратников, томящихся в застенках антинародного режима. В 8-10 лет за слова «миру мир» и «нет войне» в два раза больше, чем за убийство. И я знаю алгоритм действия докорательной системы. В всемирной паутине чаще всего в соцсети ВКонтакте, реже в одноклассниках. Бдительными сотрудниками ЦП и МВД, реже управления КФСБ, а также по доносам подлых стука бдительных сознательных граждан, выявляются страшные преступники, посмертшие усомниться в несогрешимости элиты страны. Эта фраза тоже из обвинительного заключения. И правильность ее действий, так называемых рывков и прорывов. Информация об этих мерзавцах передается в управление по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ. Там она аккумулируется, обрабатывается, анализируется, уточняется и отправляется в департамент по работе с оппозицией управления Девань президента, где суровые ветераны спецслужб карательных органов, вовремя сменившие партбилеты КПСС на Единую Россию, принимают решения по каждому мерзавцу индивидуально. Их решение и доводится до председателя суда. Традиционное телефонное право, возведенное при путинизме в рамках высшего закона. Ну, я считаю, что ни один опер ЦП, оконченный в школу полиции, или даже юридический вуз в эпоху ЕГЭ, рядовой по военному билету, ни один опер ФСБ, даже если он вдруг окончил академию ФСБ, ни один гражданский аналитик, эксперт, лингвист, не отначаясь их политики, будет он хоть лучший знаток русского языка, не может оценивать мою информацию кадрового, высокообразованного, старшего офицера Центрального аппарата Министерства обороны. И даже с опытом политической работы по долгу службы. В главном штабе Суководок-Пост я вел служебную переписку по международному сотрудничеству миротворческой миссии с Госдумой и правительством РФ, в частности, с МИДом России. Я и военный, и политик, и я лучше всех, задействованных в этом процессе, знаю, что происходит в моей стране, и в ее вооруженных силах. И никто не сможет заставить меня замолчать. Кстати, в самом начале ура патриотического Киева за три дня я заявил, что бункерному фюреру и его фанерному маршалу хозяева не разрешат взять Киев. Тогда, в марте прошлого года, все смотрели меня как на дурака. Взяли Киев? В самый разгар бойни я утверждал, что активные боевые действия закончатся этой весной, с обоснованием почему. Так и получилось, они закончились. Что будет дальше, я тоже давно наванговал. Ищите в интернете, если еще не все заблокировано. Но меч, друзья, на гроб мой положите. Я воин был, я ратник был свободы. И веру, и правду ей служил. Всю жизнь мою, ее священной брани. Это поэтическое завещание великого русского поэта, патриота Федора Кюкчева. А мой меч, мое слово. И он огня в руках. А рядом огненный меч святого архангела Михаила, моего защитника и покровителя. Сначала вас не замечают, потом над нами смеются, потом с нами борются, а потом мы побеждаем. Так сказал великий Махомат Ганди, освободивший свою страну от колонального рабства. И мы тоже победим. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Честь имею, полковник Шиндаков. Субтитры сделал DimaTorzok